Здравствуйте, дорогие мои зрители! В этом видео я хотела бы обсудить тему, которая затронет, наверное, родителей маленьких детей, совсем малышей. Начиная с того возраста, когда они смотрят телек или монитор компьютера, и это зрелище как-то увлекает, способно завладеть их вниманием. Но это возраст может быть и до года. Но вообще лучше, конечно, взять более сознательный возраст, ну скажем, два года и больше. Я хочу порассуждать на тему о том, какие мультики смотрят наши дети. Так что, если вы мамы, папы, маленьких детей, малышей, которые смотрят мультики, бабушки, тети, дяди, дедушки, если вам это интересно, то давайте порассуждаем вместе. Ну, эта тема для моей внучки еще, наверное, не актуальна. Ей пока что восемь месяцев. На данный момент, когда я снимаю видео, ей восемь месяцев. Ей пока рано, но зато у меня есть внучатая племянница, внучка моей сестры. Ей уже три года, четвертый идет полным ходом, то есть более трех с половиной. И она мультики смотрит. И по ней я сужу о мультфильмах, которые смотрят это поколение. Поколение ноль плюс. Ну, я имею в виду ноль годиков плюс. В общем, она, когда остается со мной наедине, раскрывает, то есть с компьютером, с плашетами, ну, с этими гаджетами она по-свойски обращается. Она, значит, тут же открывает мой ноутбук, заходит сама в поиск. Ну, правда, она приучена к iPad, ей надо привыкнуть к обычному Windows 7. Но, тем не менее, она ориентируется, в общем, и находит, и просит, как она говорила, Мася Пам. То есть Маша и Медведь. Пам – это панда. То есть она Мишек сначала пандами называла, поскольку очень любила мультик «Кунг-фу панда». И сначала я тоже смотрю, думаю, какой милый мультик, хорошо вот эти персонажи нарисованы, все интересно, закручено. Но время от времени она, значит, слезает с Машей. А вот у малышей этого возраста есть такая особенность – они подсаживаются на одно что-то, и очень долго-долго, очень надолго могут привязаться к одному и тому же. И как-то увлечение Машей и Медведем прошло. Смотрю, она смотрит и другие мультики, которые она называет «Синки». Один мультик у нее называется «Синка», назывался, сейчас она выговаривает, «Синка». В общем, нужно было различать, «Синка» это или «Синки». «Синки» это были «Фиксики», а «Синка» это «Свинка». Причем не очень ее увлекала Дора, которая в русской версии, кажется, Даша. В общем, ну все, остальных мультиков я не знаю, вообще не вникала в эту тему, поскольку далека мои дети слишком большие для мультиков, а мои внуки, моя внучка еще слишком маленькая. Так вот, когда мы посмотрели «Фиксиков» и очень ей нравится «Свинка Пеппа», и когда я увидела «Свинку Пеппу», думаю, господи, какая тупость. Но со временем, когда мне пришлось, то есть насильно меня заставляли смотреть и Машу, и «Свинку Пеппу», я кардинально поменяла свое мнение. В общем, Машу со временем я стала ненавидеть, а «Свинка Пеппа» мне показалось, да, это, оказывается, добрый мультик, который учит доброму и таким, очень хорошо воспитывает детей правильно. То есть это не то тупое обамериканивание, как могло бы показаться, как кажется на первый взгляд. А это, да, добрый мультик, который учит доброму, вечному. Вот, а «Маша и медведь» – это просто какой-то кошмар. Я бы, в общем, свою внучку я буду всячески ограждать от этого мультфильма. Маше неадекважно я назвала бы скорее этот мультик. А Маша точно чокнутая девочка, вообще ненормальный ребенок, и я не знаю, чему может научить этот мультик. Но это мультфильм для взрослых, детям его смотреть точно не надо. Потому что это взрослых может позабавить, то, как себя ведет Маша, и если даже будет возмущать, то, ну, по крайней мере, на вас уже так не повлияет, как на детей. В общем, если ваш ребенок смотрит Машу, а вы не знаете, ну, не особо следите за этим, вы вникните, посмотрите. В Маше нет ни капли ума, сообразительности. Это злая девочка, эгоистка, просто тупая эгоистка, которая, для которой существует только ее интерес, она только для себя, все она подчиняет себе. Мишку жалко. Ну, вот как-то я слышала, вот, что одна моя знакомая говорит, я в детстве ненавидела зайца из нопа коти, то, как он издевался над волка. Но мне так не казалось, я была на стороне зайчика, я была из нормальных детей. В общем, мне было жалко зайчика, а не волка вовсе. И то, как Маша издевается над Мишкой, который ее приютил в доме, в котором она живет, это вообще не сравнить, вообще ни с каким издевательством, ни с каким садистом. Теперь, ну, а какие мультики я бы посоветовала смотреть? Из современных, ну, я не знаю, смотрят ли в тренде ли нынче, в Мишарике, Пенал. Ну, вот это да, я тоже, когда, собственно, сын мне на все открывает глаза, вообще я со старшим сыном обо всем советуюсь. Когда захочу смотреть какой-то фильм, я всегда у сына спрашиваю, а мне понравится? И он там, зная меня, оценивает, понравится мне или нет. И когда он мне говорит, мама, ты зря недооцениваешь, посмотри, это правильный мультфильм, то да, я ему доверяю. Через «Не хочу» я посмотрела этих смешариков, ага, поняла, что это тоже мультик про добрые, про такие общечеловеческие ценности. И мне ужасно не понравилось, мне не нравится Нюша. Это тоже такая эгоистка, то есть это девочка, вот какой не надо быть. Я таких девчонок ненавижу. Сама никогда не была такой блондинкой. Ну, и вообще многое такое девчачье, бабское, я терпеть не могу, будучи сама женщиной. Ну, все-таки вот такую вот глупость самок я не люблю, потому что, ну, мне кажется, они дискредитируют наш роль. Из-за этого я даже испытываю такое более сильное чувство, чем просто равнодушие, чем пофигизм. Я испытываю такую эмоцию, да, отрицательную, близкую к ненависти. Ну, мне больше нравятся мультики, которые смотрели мои дети, вот когда сами были малышами, которые в 90-е вот к нам попер на наш рынок, вот этот диснеевский, ЧПД «Успешат на помощь», «Утиные истории», что там еще было чудеса в небесах или небесные виражи, виражи в небесах. Ну, в общем, про мишку пилота. Вот эти мультики намного лучше, чем те, которые сейчас я иногда случайно ухватываю, те, что смотрят нынешние малыши. Есть ли такие же мультики, такого же качества, скажите мне, мамы, потому что я хочу для своей внучки подобрать хороший контент. Очень мне нравился в 90-е мультик японский «Том Сойер». Вот он хороший мультик, качественный. И очень, несмотря на то, что он японский, он очень отвечает вот этому, ну, прямо можно сказать, по Твену. Не сказать, что это дословная экранизация, там есть какие-то свои сюжеты, но дух сам, да, он вот так, как я вижу Марка Твена. Несмотря на то, что на все вот это вот стиль японского аниме. Ну, и, конечно, я своей внучке точно буду показывать советские мультики «Винни-Пуха», «Маугли». Так, что там еще? Ну, «Волка и Зайца», ну, погоди, я сюда не включила. «Чебурашку», все мультики про «Чебурашку» обязательно буду показывать. Так, сейчас мне еще вспомнился «Симпсоны». «Симпсоны» я тоже очень долго не воспринимала, пока мне Оскар, сыной старший, не сказал, «Мам, посмотри, тебе понравится этот мультик». Да, и я поняла. Ну, вот «Саус Парк» так и не смогла я себя заставить смотреть, хотя многие говорят, что это... И мне, в общем-то, и не чужд, я не так уж прямо отрицаю черный юмор. Но как-то вот, да, пока что не втянуло, видимо, такой должен быть какой-то хук такой, который это зацепит. Пока что не было. Очень не хочется посмотреть. Я, наверное, все-таки поищу. Мне как-то еще вот приходит такая голова мысль пересмотреть фильм, который... Мультфильм, который я посмотрела в детстве, на который мы ходили в кинотеатр, и вышли оттуда совершенно обалдевшие. Это «Корабль-призрак» японский. Вот это я хочу посмотреть вот сейчас взрослыми глазами. Мне кажется, я все равно не буду разочарована. Это такой сюжет, глубокий. И вот этот мультфильм, как именно такой, сюжет именно тот, о котором мы мечтали в детстве. Вот такие истории мы сами сочиняли, испытывая дефицит таких историй на нашем советском. Ну вот и все, собственно говоря. Вот моя рассуждалка по поводу детских мультиков закончена. Вернее, это видео закончено. Может быть, дискуссия у нас только открыта. Пожалуйста, кому эта тема более-менее близка, кому как-то коснулась, если не напрямую, то у вас же есть там племянники, какие-то родственники. Что вы думаете о мультиках? Посоветуйте мне мультфильмы, которые следует показывать. Малыша, очень жду от вас ваших комментариев. Ну, если тема поднятая мною, вы считаете актуальной, не забудьте поставить такой значок. Если считаете, что не актуально, можете поставить такой. Я хочу посмотреть. Ну, главным образом, я хочу информации, да, о фильмах. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, счастья, красоты, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша рекомендатория. Продолжение следует...